Ну да, Луиджи, Луиджи, Марио, Марио, да? Но, разве это не его фамилия? И вот сейчас вы крепко задумались, правда? Блин, окей! Майнив, ну с вами, всем привет! И сегодня у нас реакция на видео с канала Булджати, это будет очень интересно. Тупые вопросы из видеоигр, на которые есть ответ. Булджати, на превьюшке написано, как зовут Марио, я почему-то думал, что Марио зовут Марио. Ну, наверное, что-то я не знаю об этом мире, погнали смотреть. Я знаю, когда игры вызывают глупые вопросы, на которые ты вроде бы можешь ответить, но точного ответа ты не знаешь. То есть, с одной стороны, всё максимально очевидно, но если задумываться, начинаются проблемы. А потом эти глупые вопросы переходят в фоновый режим и преследуют тебя всю оставшуюся жизнь, периодически с помощью. Может, сейчас зовут Марио? Но забавно то, что на большинство тупых вопросов, которыми мы задавались в детстве, оказывается, есть официальные ответы. И уже это немножко взрывает мозг. Сейчас присядьте, потому что, возможно, будет небольшой шок. Хорошо? Вопрос. Почему Клод из GTA 3 и Томми Версетти из Vice City не умеют плавать? Я сам только недавно узнал ответ на этот вопрос, но оказывается, он всё время был в официальных источниках буквально на поверхности, как тот же Томми Версетти или Клод, зашедший на 5 секунд в воду. Оказывается, в Либерти Сити вся вода настолько токсичная и грязная, что купаться там просто запрещено из-за риска для жизни. Аккулты, помни, родом из Либерти Сити, и им просто негде было учиться плавать. А побережье Вай Сити, вдобавок, наводили полчища акул, поэтому на пляже можно увидеть толпы людей, но никто не рискует заходить в воду. Ответы предсказуемые и банальные. Ну, в основном прикольно, придумали же. Но когда это ответы на вопросы, которые тебя, оказывается, всё это время волновали, и когда ты их получаешь спустя множество лет после их формирования в голове, происходит сдвиг по фазе. Такое ощущение, что зная... Ну и какая же старая графика Вай Сити лучше? Старая Вай Сити в 100 раз лучше, вылечим новую. В воде и акулах раньше, моя жизнь бы стала намного легче. Есть у вас такое... Хотя это не старая графика, подожди, это новая. Я уже не пойму, блин. Я просто, знаете, перестал путать. Если бы я всё показал, я бы точно понял. Просто немножко битрейт шакалит, поэтому непонятно по текстурам. А, новая графика. Стоп, ну там была вроде старая, нет? Там всё было такое прям квадратненькое. Или так получилось? И мы начинаем. Начинаем. Я жду. Вот эта тусовка. Фанатов, которые дошли с командором Шепардом до финала третьей части. Множество линий персонажей соединялись в одной точке. Саспенс нарастал. Масштабнейшая эпопея, выстроенная вашими действиями, должна обрести свой грандиозный финал. Вы на полной скорости влетаете в действия и обнаруживаете, что летите с недостроенного моста. Ну да, потому что всё, что вы делали, все ваши решения и сложные моральные выборы, из-за которых могли умереть ваши товарищи, становятся не важны. Ведь всё, что вам нужно сделать в финале, это выбрать одну из трёх концовок, которые просто делают штуки и приводят вас чутки. Ну да, это немножко странно. Я про это слышал. Игроков на было не только фрустрация, но и множество-множество вопросов. Что случилось с нашими товарищами, появились ли новые расы, кто вообще позволил сделать такой финал. Но, наверное, один из самых главных вопросов, который взбаламутил фанатов и породил кучу теорий, выжил ли Шепард. Уничтожив жнецов в красной концовке, Шепард, как во всех других исходах, должен был пожертвовать собой. Но на последних минутах финального ролика нам показывают сцену, где заваленный под обломками Шепард делает небольшой вдох. Фанаты, конечно же, начали спрашивать, был ли это Шепард? Не был ли это последний его вздох? Как он выберется, если все считают его мёртвым? Является ли красная концовка каноном, или Шепард всё же должен был умереть как герой? Финальная DLC для Mass Effect 3 ответила на многие вопросы фанатов, но не на эти. Всё, что получили игроки желавши узнать, выжил ли Шепард, это небольшой ролик, где любовник Шепарда не решается прикрепить табличку с именем на мемориал памяти, как бы сомневаясь в том, что он мёртв. Многим этого хватило, чтобы успокоиться, но другие продолжили спамить вопросом, жив ли Шепард? И лишь в 2017 году один из сценаристов игры ответил «да». Правда, он сделал это в твиттере и гифкой, что выглядело не слишком уж торжественно для такой новости, и поэтому многие её упустили из виду. Так что если последний твиттер и постер, связанный с Mass Effect, вновь вызвали у вас вопрос, жив ли Шепард, то, скорее всего, да. Но это не точно. Некоторые вопросы могут казаться настолько глупыми и простыми, что ты не просто... Брааа, это Марио! Ты не задумываешься. Ведь ответы на такие вопросы лежат где-то на уровне подсознания и всплывают на автомате, не тратя основные ресурсы твоего мозга. Ну, например, я задам вам простейший вопрос, на который каждый из вас способен ответить за секунду, но, скорее всего, вы тут же начнёте сомневаться в своих суждениях. Готовы? Какое у Марио имя? Да Марио! Ну, очевидно же, что Марио, это и есть имя Марио. Ну да, Луиджи, Луиджи, Марио, Марио, да. Но разве это не его фамилия? И вот сейчас вы крепко задумывались, правда? Окей. Есть же игра, которая называется Super Mario Brothers, или, если по-русски, Super Bratio Mario. Кстати, да, окей. Тут уже, о, ладно. Марио в данном случае это имя. То игра должна была быть посвящена нескольким братьям некоего Марио. Но мы знаем только про существование двух братьев. Луиджи и вот этого водопроводчика, имя которого нам пока не известно. А почему-то лучше называть по имени, а Марио называют по фамилии. А значит, название с именем Марио нелогично. Тем более, есть ещё одна игра, которая называется Доктор Марио. И очевидно, что здесь используется фамилия. Никто же не будет представляться, как Доктор Никита или Доктор Саня. Получается, что супер-братья носят фамилию Марио. Тогда, если одного из братьев зовут Луиджи Марио, то как зовут второго Марио? И вот казалось... Марио-Марио. Может, Марио-Марио? Может, его реально зовут Марио-Марио? Как на него ответить? Массовый затык над этой загадкой случился в 93-м году, после выхода катастрофически провального фильма «Супер-братья Марио», где главные герои обозначили Марио как свою фамилию, что закрепилось во всяких документациях, статьях, новостях и руководствах. На тайной имени бились самые светлые умы человечества, которые пришли к выводу, что гений из Нинтендо просто забыли придумать главному водопроводчику всей Земли имя. Но не может же быть так правильно, чтобы у кумира миллионов была престижная профессия, страна рождения и родственные связи, но не было имени. Тем более в «Супер-Марио 64» усатый симп научился произносить свою легендарную фразу «Это я, Марио», что звучит как представление имени. Долгие годы фанаты клевали Нинтендо вопросами о родословной выдуманного персонажа, на что компания лишь отмалчивалась. Только в 2012 году актёр озвучки Марио Чарльз Мартинос сказал, что называет водопроводчика «Марио, Марио». Началась новая... О-о-о-о, я был прав! Блин, Big Brain, Big Brain, Big Brain Moments! Реально, ну Марио, Марио, наверное, такая есть. Потому что было странно, почему Луиджи называет его именем, а Марио носит надпись «М» как бы... Наверное, Марио, Марио, поэтому я был... В Нинтендо всё же отреагировали и сказали, что у Марио никогда не было фамилии, а фильм 93-го года просто вёл всех заблуждение, и это ещё больше всех запутано. У фанатов уже начала ехать крыша от этих разбирательств, и многие просто приняли тот факт, что ответ на именной вопрос так и останется загадкой. Но в 2015 году, в честь 30-летнего юбилея Марио, отец серии Сигеру Миамото всё-таки решил расставить все точки над «и», официально заявив, что усатого итальянского водопроводчика всё-таки зовут Марио, Марио. Может быть... Ура, я был прав! Big Brain Moments, Big Brain Moments, ребята. Поначалу звучит глупо, но всё же такие имя и фамилия для Марио определённо подходят. Поздравляю, теперь вопросов, которые могут выбить вас из колеи, стало на один раз. Ура! Марио, Марио! На самом деле, Грибное Королевство настолько странно... Марио мало... ой, Марио много не бывает. Вот, 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 да. Это больше Марио. Это фамильные проблемы Марио, это даже не самая обсуждаемая тема среди фанатов. Была одна тайна, которая лишала сна детей на Западе и вызывала горячие споры у людей постарше. Тайна настолько глупая, но настолько притягательная, что о ней невозможно не думать. Вот эта белая штука у Тода. Это шляпа или часть головы? Как и с именем Марио, здесь не всё так очевидно. В нашем детстве этот мистер твоя принцесса в другом замке мог быть кем угодно. Я лично видел его восточным пажем, который носит на голове тюрбан. А почему нет? Тут водопроводчик растёт от грибов и сражается с ящерицами. Чувачок с восточной стороны вписывается сюда идеально. С другой стороны, его возможная шляпа выглядела как шляпка гриба. А учитывая странности Марио вселенной, где есть агрессивные маслята, многие увидели в Тоди миролюбивый говорящий грибочек в жилеточке. Тем более у неё он помпонный, как волосы. А может это волосы? Может это такое вот, типа окрашивание для волос? Если я буду прав, то я буду в шоке. Тех, кто видел шляпу Тоди, и тех, кто видел цельную голову. Последующие игры серии погоды не делали, наоборот. Дизайн Тоди стал настолько нейтральным, что его голова могла быть как в странной шляпе, так и странным грибом. Отчего дискуссия только разрослась, а её участники стали называть себя хедерс и хеттерс. Помните жёлтое платье, которое многие почему-то называют синим? Голова Тоди была предком этой фигни. Так оно сине-чёрное, так оно реально сине-чёрное вроде бы, не? Штабы обсуждений были примерно такими же. Я же забыл. Спор, казалось бы, развеяло супер-шоу Супер-Братьев Марио, где эксцентричный Тодд всё-таки носил шляпу, снимая её в некоторых сценах и показывая всем свою неприглядную лысую голову. Но шоу было очень странным. Попробуйте посмотреть его без звука, и вы увидите главный артхаус своей жизни. От себя тены там было полно, поэтому Нинтендо не стремилось списывать его в часть канона, а значит Супер-шоу было слабым аргументом в спорах. Дискуссия продолжалась ни много ни мало, 33 года и завлекла в себя сразу несколько поколений людей, и у всех были свои веские аргументы. Хетерсы указывали на растущие из-под шляпы волосы и наличие во вселенной людей в лице Марио Принцессы Питч, которые носят славу и горы. Хетерсы утверждали, что для людей Тодды слишком нетипичные и странные, а пятна на их шляпке и тот факт, что она не спадает даже после сильной тряски или ударов, делает из них разумных добрых грибов. И вот в 2018 году в рамках рекламной кампании Марио Одисси один из продюсеров Юсиаки Каидзуми закончил накопительный спор, чётко сказав, это всё его голова, никаких шляп. И лучше бы он этого не говорил. Блин, сказал бы, что фолст. Потому что после своего эпохального заявления Юсиаки добавил, я не буду говорить, как устроена его голова, догадайтесь сами. И да, теперь люди отчаянно спорят, что находится внутри головы Тодда и какое вообще строение у этого бизжащего, забавного человека гриба. А, Калавьюти милые. Чтобы узнать всю правду, придётся ждать ещё 33 года. Вы можете любить Госта или этого парня с дурацким именем, но вы не можете отрицать, что лицом Калавьюти является Прайс. Человек, перед которым открыты любые двери, у которого всегда в кармане лежит сигара, и который, пройдя несколько войн оборужённых конфликтов, всё ещё остаётся в звании капитана. Но удивляет не то, что Прайс очень долго сбирается по карьерной лестнице, а то, что он делает это со времён Второй мировой войны, где он, вообще-то, недвусмысленно умер. Настоящий солдат, даже смерть его не остановит. Появление Прайса в первой части серии не было каким-то грандиозным или запоминающимся, но у него были крутые усы, и это всем понравилось. Знакомство с ним оказалось скоротечным, едва мы успеваем его вызволить, как его через несколько миссий убивают. Каково же было удивление игроков, когда в сиквене... А может, а разные Капитаны Прайсы? Типа... Прайс, это же фамилия. Типа, предки. В Великолавдьюти Капитан Прайс снова щеголял своими усами и красным беретом, как ни в чём не бывало. Конечно, в сиквеле Прайс участвовал только в тех миссиях, которые предшествовали его смерти, но в игре на это особо не акцентировали внимание, да и события неслись вперёд, создавая ощущение цельной последовательной картины. Поэтому для многих Капитан Прайс превратился в загадочного мега-солдата, который каким-то образом победил саму смерть в первой части, и снова без страха смотрит ей в глаза во второй. Мистика вокруг Прайса начала набирать популярность... Ну и какие же Call of Duty первые были шикарные, просто... Чтоб, конечно же, заметили разработчики Call of Duty, и внезапно добавили усача в Modern Warfare, посвящённую современным конфликтам. А вот это уже было странно. Даже если согласиться, что Прайс чудом пережил Вторую мировую, до наших дней он должен был дойти в виде праха, или как минимум столетним стариком, не способным не только лазить по Припяти, но и просто открыть для себя дверь. Но его усы всё так же красивы, взгляд всё так же проникновенен и свеж, речи всё такие же чёткие с... Мне кажется, просто... Родственники, родственники, они же все Прайсы, ну просто... Ну, близнецы. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да, да, да. Сами разработчики в 2011 году заявили... Биг Брэйн Момент 2. Биг Брэйн, Биг Брэйн, ребят. Не просто так мне большой волк. И Джон Прайс из Modern Warfare, это родные дедушка и внук. Мы, конечно, этот факт примем, но в то, что Прайс бессмертный вояка, проносящийся сквозь время, мы верить не перестанем. А иногда вот бывает так, что ты получаешь ответ на вопрос, который ты не то, что не задавал, ты не хотел его задавать. Например, вас когда-нибудь волновало, что за существа соревнуются друг с другом в Fall Guys? Это же обычные забавные бобовые с конечностями в веселой игре про большие гонки, где нет мироустройства и вселенной как таковых. Поэтому и задаваться о происхождении кучки странных существ как-то глупо. Но вот старший концепт-художник Fall Guys Тюдор Моррис так не считает. Его никто не спрашивал, не хотел спрашивать и даже не знал, что спрашивать. Но Тюдор в своем твиттере взял и ответил на вопрос про анатомическое устройство бобовых Fall Guys. И вряд ли вы хотите об этом знать. Милое существо, живущее разные костюмчики. Внутри имеет жуткий скелет, который больше напоминает существо из фильмов ужасов. С этой длиннющей шеей, изогнутыми ногами, позвоночником и стрёмными вытянутыми глазами. Зачем нам нужна была эта информация? Не надо нам было эту информацию. Но теперь сложно будет играть в Fall Guys и не думать о том, кто на самом деле тут бегает, пихается и падает. А на этом у меня пока все. Пишите в комментариях ваши глупые вопросы, на которые вы не знаете, как ответить. Попробуем разобраться вместе. Блин, классный ролик. А если нет, то просто соберем список самых интересных... Типа, тут много Марио. Марио, это класс. А лучше еще зайдите в дискорд канал и обсудите эту тему с другими булочками. Ребята, что я вам сказать, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Буллджать. Обязательно нужно сделать 100%. А так что, всем удачки, всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok